В эфире новости в студии Анна Чугунова. Здравствуйте! Говорим о главных событиях дня. Подробности далее в программе. В начале выпуска о дорожно-транспортном происшествии во Владимире. Авария произошла в микрорайоне Юревец на улице Ноябрьской. Водитель БМВ в состоянии алкогольного опьянения ехал в сторону Москвы. Решил повернуть через встречку во двор и въехал в «Газель». Автомобиль от удара смяло, но сам водитель «Газели» не пострадал. А вот «Камикадзе» с БМВ госпитализировали. Первую помощь до приезда скорой ему оказывали военнослужащие, которые ехали мимо и стали очевидцами аварии. Давай, давай! Вот! Есть! 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 Пожай, мой! Как тебя зовут? Памилия, эй! Как сообщили в ГИБДД, водитель БМВ 74-го года рождения не предоставил преимущественное право «Газели». В результате это авто съехало в кювет, а БМВ после столкновения врезалось в ограждение, поэтому пешеходы не пострадали. Пьяного водителя лишат прав, также он выплатит ущерб владельцу грузовика. В Киржаче полицейские застали воришку врасплох. Он так увлекся, что не заметил прибытия правоохранителей. Злоумышленник уже получал сроки за кражи и угоны. В этот раз он отжал автоматические двери в супермаркет и неторопливо складывал товары в пакеты. Мужчина даже не обратил внимания на патрульный автомобиль. На злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он успел набрать товар на сумму 2000 рублей. Сегодня утром в областном центре произошел пожар. Возгорание на рынке Ночайковского тушили 40 сотрудников МЧС. Сообщение о ЧП поступило в половину 11-го. Пожарные увидели задымление в подвале. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Как сообщают в МЧС, причиной пожара стало замыкание в электрощитке. Для ликвидации возгорания привлекали 11 спецмашин. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте пожара эвакуировали 60 человек. Продолжаем выпуск. Кинотеатр художественный во Владимире будет возрожден. Губернатор Александр Авдеев уже сообщил, что историческое здание передали в областную собственность. Ознакомительную экскурсию по заброшенному кинотеатру провел заместитель главы региона Владимир Куимов. Его сопровождали министр культуры и начальник инспекции по государственной охране культурного наследия. Подробности о предстоящей реставрации расскажем прямо сейчас. На замок кинотеатр художественный или художка, как называют его сторожилы, был закрыт больше 10 лет. Все эти годы мэрия искала концессионера, который взялся бы за реставрацию, но желающих не нашлось. Здание передали в областную собственность. Это совместное решение мэрии и Белого дома. Можно здесь пройти, можно вот здесь красиво пройти. Кино здесь не показывали очень давно, но как и много лет назад, зрители встречают знаменитая мраморная лестница. Повсюду обрывки кинопленок, по одному из залов разбросаны флайеры. Сохранились кресла с подстаканниками, а самое главное – люстры и исторический декор. По результатам исследований научных, когда будет разрабатываться научно-проектная документация, можно будет уточнить определенные элементы предметов охраны, уточнить, какие из них сохранились и дополнить данный перечень. Восстановить художку – теперь дело государственной важности. Кино здесь крутили с 1913 года. Сам особняк, изначально купеческий, построен в 1788 году. Все объекты, которые не используются длительное время, к сожалению, ухудшают свое состояние. И последствия этому мы в настоящее время видим. Но, тем не менее, основные характеристики здания сохранены. Перед реставраторами стоит непростая задача – вписать современные технологии в исторические интерьеры. Облик снаружи и внутри должен быть максимально сохранен. На баланс художку взял государственный областной киноцентр, поскольку развитие кинематографа сейчас – дело государственное. В городе Владимире действительно нет и в области нет парадного кинотеатра, в котором наш государственный киноцентр мог бы проводить встречи с актерами, показывать новые киноленты, приглашать и проводить большие кинофестивали, которые когда-то проходили во Владимирской области. Наверное, здесь должен играть какой-то оркестр при встрече гостей. Наверное, здесь должен быть интересный буфет для детей и взрослых, которые приходят в кино. Первый шаг к возрождению уже сделан. На разработку проектно-сметной научной документации из областного бюджета выделено почти 7 миллионов рублей. В дальнейшем регион рассчитывает получить федеральные средства и деньги частных инвесторов. В кинотеатре художественной сохранят три зала. Два зала будут работать как коммерческие, где будут показываться все премьеры, будут показываться современные фильмы, которые идут во всех больших кинотеатрах. Третий зал – социальный. В нем будут проходить различные кинособытия для пенсионеров, родителей с детьми, в том числе многодетных. Процесс восстановления кинотеатра сделают максимально открытым. В соцсетях этому посвятят специальные группы. Дети смогут присылать рисунки, каким они видят возрожденный кинотеатр. Новаторские идеи ждут и от молодых архитекторов и дизайнеров. Александр Инин и Евгений Адамов. Жители Загородного остались без горячей воды. Ее отключили на две недели, но в кранах до сих пор течет холодная вода. Сегодня стало известно, что специалисты Владимирских тепловых сетей продолжают устранять дефект в котельной. Горячую воду обещали давать поэтапно уже сегодня вечером. Завершить работу специалисты планируют завтра к 8 утра. И это не единственная проблема, с которой столкнулись жители микрорайона. В коммунаре на улице Песочной появились 8 странных препятствий на дороге. Жители Загородного утверждают, что с подобными они сталкиваются впервые. Препятствия не выпуклые, а вогнутые. Всего на отрезке длиной в километр установлено 4 лежачих полицейских и еще 8 новых. Это 5-6 получается. Опять же, потрясающие просто срезы. Жители обращают внимание, что на улице установили знаки. Однако их совершенно не видно за кустами. В мэрии пояснили, что сегодня меры были приняты. Ветки подрезали, чтобы знак был виден автомобилистам. А на странные разрезы на асфальте появились лежачие полицейские. В регионе установилась жаркая погода. Это увеличивает риски возникновения возгораний. Всего с начала года в Владимирской области произошло более 300 ландшафтных пожаров. Половина из них в населенных пунктах. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. Чтобы не допустить ЧП, сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать простые правила. Разводить костры только в безветренную погоду. И прежде чем разжигать мангал, место отдыха очистить от мусора и сухой травы. Также важно при себе иметь средства пожаротушения. Минимально при себе необходимо иметь первичные средства пожаротушения. То есть ведро с песком, бочку с водой, лопату, какой-то шансовый инструмент. А также у лица должно находиться при себе средство связи. Грубо говоря, это мобильный телефон. Поскольку напоминаем о том, что когда пожар возник, это обязанность каждого гражданина, прежде чем приступать к тушению пожара, или эвакуации людей без пожара, любого пожара. Он обязан, прежде всего, сообщить в пожарную охрану. Во Владимирской области действует пожароопасный режим. В этот период категорически запрещается разводить открытый костер в лесу, проводить сварочные работы. За нарушения граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а юридические лица потеряют до 400 тысяч. Также виновников пожаров привлекут к уголовной ответственности. Следует помнить о том, что если в результате ландшафтного пожара прошел переход огня на жилые строения, нежилые постройки, и пострадало имущество граждан, организаций, то может наступить уголовная ответственность. В данном случае штраф уже будет составлять до 120 тысяч рублей, а самым тяжким наказанием в данном случае будет являться лишение свободы сроком до одного года. И к другим темам. Депутаты областного парламента приняли два налоговых закона. Один поддерживает инвесторов, другой – компания на территории опережающего развития. Налоговые каникулы для камешковских резидентов увеличены на два года и составят 12 лет. Все это время предприятия будут освобождены от уплаты налога на имущество. Я считаю, что для моногородов, и потому что именно для моногородов это создан, этот закон был, это очень важно, потому что там важно сохранение и создание новых рабочих мест. И вот эта льгота поможет тем предприятиям, которые работают в рамках этого парка индустриального, более комфортно себя чувствовать и более лучше развиваться. Господдержка инвесторов прописана в областных законах с 2002 года. Организации платят налоги на прибыль и на имущество по сниженным ставкам. Депутаты продлили действия льготы на прибыль еще на один год до 1 января 25-го. Регион заинтересован в инвесторах. Это новые рабочие места, налоговые поступления и развитие инфраструктуры. Хотелось бы отметить, что за 2021 год дополнительный бюджет вот от этих инвесторов, от этих вложений получил 984 миллиона дополнительно. То есть на каждый выложенный рубль бюджет области получил 16. Я считаю, что это достаточно приемлемая и хорошая цифра и помогает инвесторам. И вот эти деньги сэкономленные инвесторы вложат опять-таки в развитие производства, в покупку новых станков, оборудования, чтобы повысить их конкурентоспособность и понизить их себестоимость. И к другим темам. С улиц областного центра будут вывозить автохлам. Брошенные машины портят облик города, становятся приютом для грызунов и местом для опасных игр детей. Такие автомобили и средства передвижения стали головной болью для многих жителей областного центра. Как избавить от них город, обсудили представители мэрии, депутатского корпуса, а также силовых структур. Подробности далее. Эта улица в Ленинском районе областного центра лишилась одной из полос движения. Всему виной брошенный автомобиль с номерами соседнего региона. Летом местные жители его обходят, а зимой напоминают знакомым, что это не сугроб, а машина-подснежник. Эта машина, она здесь стоит уже года полтора. Она мешает проезду, она занимает парковочное место. Ну и, в принципе, она общий вид двора портит. Мы самостоятельно пытались найти владельца данной машины. И мы писали жалобу. Ну, как эта развалюха здесь стояла, так она и стоит. Городские власти понимают, что автохлам тормозит благоустройство города. Выявлять брошенное авто мэрия планирует поручить администрации районов. Если владельцы будут игнорировать требования убрать машину, в дело вступит муниципальная комиссия. Ее участники согласуют эвакуацию автохлама и вывезут его на спецстоянку Центра управления городскими дорогами. Весь процесс должен занять не больше месяца. Если находится его законный владелец, то предусмотрен порядок, в каком порядке транспортные средства возвращаются. Естественно, с возмещением владельцам расходов, поднесенных муниципальным образованием на его перемещение и хранение. Если владелец не установлен, районная администрация обращается в суд с заявлением о признании такого транспортного средства бесхозным и право муниципальной собственности на него. На штрафстоянке машина будет храниться до полугода. После судебного решения автомобиль в зависимости от его состояния может быть утилизован или продан с торгов. Нормативное регулирование данного вопроса назрело уже давно. На комитете мы обсудили этот вопрос, рассмотрели предложение администрации, депутатского корпуса. Надеюсь, что в ближайшее время порядок по вывозу брошенных паспортных средств будет принят. И в дальнейшем с коллегами в рамках уже отдельных рабочих групп будем контролировать исполнение данного порядка, будем следить за тем, как вывозится транспортное средство. Принять участие в уборке автохлама из своих дворов могут и сами жители города. Для этого на общем собрании собственников они должны принять правила обращения с брошенными машинами, которые предлагает муниципалитет. Это позволит очистить дворы от автохлама на легальных основаниях. Татьяна Гордеева и Артем Михайлюта. Владимирские общественники оценили качество и быстроту оказания услуг в подразделениях полиции. Мониторинг прошел в информационном центре и в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД. В информационный центр люди идут за справками об административных наказаниях, судимости или их отсутствии и за другими архивными выписками. Также здесь могут поставить штамп международного образца на документы, который предстоит вывести за пределы России. Ревизоры не увидели очередей. Почти 98% услуг оказывается в электронном виде. На протяжении продолжительного времени мы проводим комплекс мероприятий по улучшению этого направления деятельности. Это прежде всего выражается в том, что повышают наши сотрудники свой профессионализм. Мы делаем более комфортные условия в местах оказания государственных услуг. За первое полугодие сотрудники полиции приняли более 70 тысяч заявлений на выдачу водительских удостоверений и регистрационные действия. Записаться на прием можно через портал госуслуг, что упрощает процедуру. Общественники сами постояли в очереди. Это заняло не более 15 минут. Нарушений не выявлено. Очень порадовало, что многие, с кем удалось пообщаться, говорят о том, что они пользуются сайтом госуслуг для того, чтобы заранее записаться и не стоять в очереди. Они пользуются QR-кодами для оплаты пошли при посещении ГИБДД. И в целом вся процедура занимает очень немного времени, что удобно для посетителей. Владимирская мэрия намерена организовать новый туристический проект со странами Африки. Сегодня заместитель главы администрации города Владислав Попов по видеосвязи провел переговоры с участниками секции Всероссийского форума «Россия-Африка». В столице региона будут развиваться школьный туризм. По Владимиру будут приезжать подростки из стран этого континента. По мнению городских властей, такой проект поможет укрепить дружеские и экономические связи со странами Африки на годы вперед. И к другим новостям. В Мур и Миваку выпустили почти 72 тысячи мальков-стерлидя. Экологическая акция прошла под строгим контролем специалистов Росрыболовства. К месту выпуска мальков перевозили в специальных контейнерах. В них поддерживалась такая же температура, как и в речной воде. Сначала в АКУ запустили небольшое количество рыб, чтобы оценить состояние и активность мальков. Экологическая акция признана сохранять биологическое разнообразие в АКЕ. Мы получаем согласование уполномоченных органов Росрыболовства, которое определяет, в каком объеме и где должны быть проведены компенсационные мероприятия по выпуску ценных видов рыб. Чаще всего в последние годы мы выпускаем стерлидь, и количество ее может исчисляться тысячами, десятками тысяч. Мальки были выращены в специализированном рыбоводчественном хозяйстве по заказу компании «Транснефть» Верхняя Волга. Искусственное зарыбление эта организация проводит регулярно. За последние пять лет в АКУ, Волгу и Чебоксарское водохранилище выпустили более полутора миллионов мальков стерлиди. В 90-е годы эта рыба семейства осетровых оказалась под угрозой исчезновения. Сейчас популяция постепенно восстанавливается. Стерлидь является редким видом рыб на всей территории Европейской России. Отдельные ее популяции занесены в Красную книгу, и ее восстановлению уделяет большое внимание как государственной организации, так и экологически ответственный бизнес. С 18 по 20 августа в парке имени Пушкиного Владимире в третий раз пройдет масштабный фестиваль «Китовраз». В этом году книжная ярмарка увеличится в полтора раза. Свою литературу в столицу области представят более ста издателей из Ярославля, Мордовии, Нижнего Новгорода, а также из Владимирской области. Обещают, что цены на книжные новинки будут минимальными. Посетители фестиваля ждет интересная программа. Творческие встречи с читателями проведут малоизвестные современные авторы и звезды отечественной литературы. Например, автор нашумевшего романа Ван Гозера Яна Вагнер. На главной сцене фестиваля пройдут спектакли, концерты, поэтические перформансы, а также необычное стендап-шоу. А для маленьких читателей разные проекты подготовит Российская государственная детская библиотека. Полная программа фестиваля «Китовраз» будет опубликована на официальном сайте проекта 10 августа. Во Владимире при содействии администрации города проходит фестиваль стрит-арта «33 Загофест». Участники рисуют граффити на фасадах жилых домов и на объектах инфраструктуры различных организаций. Многие компании оказывают помощь уличным художникам, обеспечивают их безопасность, предоставляют вышки, чтобы мастера стрит-арт-искусства могли наносить рисунки на стены высоких зданий. В фестивале принимает участие 12 человек из разных городов страны, в том числе из Владимира. Завершится творческий проект в конце августа. Совместными усилиями властей, уличных художников и предприятий областной столицы город станет ярче и наряднее. Это были все новости на данный час. Еще больше информации на нашем сайте trc33.ru Если у вас есть интересная история или нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Через несколько минут наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok